У коммунальном сельско-господаршем унитарном предприемстве «Червоный гвоздик» на рыхтовку кветок до 8-го соковика практически завершили. В ближайшие дни они будут заховываться в специальных холодильниках, хоть частка из них уже накирована угадлёвую сетку. А про чатаго реализовывать кветки всё это плануется, так само у отповедности с попередними заказами предприемств, которые для своих женщин набывают практически оптовые парты. Что-то честно с ассортиментом, то у «Червоного гвоздика» всё это пропонуют в основном тюльпаны. Правда, за уникам попереднего опыта, тут повелечили колькость гатунков и зарабили больше разностайной коляровую гамму. У нас персиковый цвет в этом году, он очень актуальный, новый, свежий, он такой с желтинкой немного, яркий весенний. А так у нас розовый красивый цвет, очень он такой алый, новый сорт, это пинк реал. Вот белые, белый тюльпан у нас с каёмкой, с розовой, тоже модное новое введение. По словам людей, которые реализуются кветки, на период дни 8-го соковика цены повелечатся, але не вельми значно. Конкуренция великая, товар может просто сапсоваться. По кольже, т.е. хризантемы продают в середнем по 40 тысяч за кветку, гвоздики по 25. Самые дорогие ружи, правда, и тут есть выбор от 40 до 80. Самый бюджетный вариант – тюльпаны. Три кветки можно набыть за 50 тысяч. А ля купляет и вот такие ружи по 80 тысяч за кветку, причем некоторые набывают, а целые букеты. На домку реализаторов куплять кветки на период дни 8-го соковика мужчины будут обовязково. Хоть шмат, кто сегодня даёт перевагу, больше практичным подарункам, але и романтиков ещё хапает. Мы надеемся, что праздник весны будет. Праздником весны мужчины проснутся и пойдут к нам за цветами. Потому что, ну, как же без надежды в нашей ситуации, правильно? Увогули подарунки на жаночий день у гомели на любой густ. Аматорам нечего незвычайного, например, пропонуют кветку натуральной сухой бавовны за 120 тысяч. У двоя меньш каштоя привезенная с Голланды и Бруния, якую можно заховать некаких годов. Сярод экзотичного так само – сухие мандарины. Их набывают по некаких штук и дороть у вазах. У одной из кветковых крам кажуть об отриманном заказе на букет за 4 миллионы рублёв. Але додают, что это всё-таки редкий выпадок. Коли уключить фантазию, можно выбрать подарунок больше штанны, хоть так само незвычайный. Выключено для самой каханной. Очень много заказов на флаурбоксы. Это коробки ручной работы внутри цветы. Мы туда ложим ещё французское печенье, макаронс. Потом много заказов у нас мишки ручной работы с цветами. Ну, как бы, в заказах большинство экзотических, интересных букетов и интересных работ.